Hello, and welcome to the Project S Education Channel! Доброе время суток, это вторая часть урока по Trigger Teleport. Без лишних слов переходим к делу. Как я уже говорил в прошлом уроке, сам по себе телепорт не сохраняет две важных вещи. Силу инерции и направление взгляда. Исправить это очень просто. На помощь нам придет InfoLandmark. Даем ему имя и в переменной LocalDestLandmark указываем его. Теперь два важных момента. Первое. Размещайте лендмарк внутри триггера. Очень желательно по центру в нижнем крае. Далее размещаем InfoTeleportedNation так, чтобы нижняя его часть была параллельно центру лендмарка. Зачем это нужно? А нужно это для того, чтобы игрок корректно телепортировался. Возможно, звучит сложно, но вы все поймете на следующем примере. А сейчас проверим, как все работает. Вот так, отлично! Но если вы что-то еще не поняли, продолжим. Давайте представим себе ситуацию, где нам нужно телепортировать несколько игроков или предметов одновременно. Без лендмарка вы увидите вот такую ерунду. Оба NPC телепортировались в одну точку. Ибо TeleportedNation не знает, на каком расстоянии и в каком положении нужно расставлять персонажей. Лендмарк отвечает за навигацию в данном случае. Его нужно устанавливать по центру триггера в нижнем углу. Лендмарк будет ассоциироваться с TeleportedNation в то время, как сам триггер Телепорт будет имитировать зону спавна на другом конце телепорта. Но есть еще маленькая особенность. Когда вы пользуетесь лендмарком, нижний край ТелепортедNation должен быть параллелен центру лендмарка. То есть быть он должен на 8 юнитов выше земли. Теперь можно смотреть на результат. А прекрасно, все так, как должно быть. Если вы сейчас чего-то не поняли, то в описании к видео вы найдете ссылку на карту Исходник. Где наглядно можно рассмотреть, как все устроено. Ну а тему Телепортов мы еще не закрыли. И вернемся к ней в ближайшем будущем. А пока вы можете помочь проекту донатом. Ну кто если не ты, а? Удачи, томодачи! Субтитры сделал DimaTorzok